Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко. И я, Людмила Татарова. Вы смотрите программу День веков хронограф. 25 ноября 1542 года английские войска разбили шотландскую армию при Солвей-Мосс. Шотландский король Яков V тяжело переживал это поражение. От последствий душевной травмы он умер в Фолкленде, близ Керклде, в декабре 1542 года. Через неделю после появления на свет дочери Марии, ставшей впоследствии шотландской королевой. Возникший в Шотландии внутриполитический кризис, послужил для английского короля Генриха VIII предлогом для усиления давления на страну. В 1543 году между Англией и Шотландией был подписан мирный договор, скрепленный обязательством заключения брака между Марией Стюарт и сыном английского короля Эдуардом. Однако спустя полгода шотландский парламент признал эти соглашения недействительными. В ответ английская корона организовала в 1544-45 годах несколько крупных вторжений на территорию Шотландии. Такая политика Генриха VIII вызвала укрепление проффранцузской знати и усилила католическую церковь в Шотландии. В стране начались преследования сторонников протестантской реформации. В 1548 году Шотландия подписала с Францией договор, по которому Мария Стюарт была обещана в жены сыну французского короля. Франция давала обещание защищать свободу и законы шотландского королевства. В целях безопасности Марию Стюарт было решено отправить на воспитание во Францию. Фактически власть в Шотландии перешла в руки регенши, матери королевы Марии Гис. Во время регенства Марии Гис возросла внешнеполитическая ориентация страны на католическую Францию. Шотландское государство стало рассматриваться европейскими католическими странами в качестве одного из важнейших центров римского католического влияния. Сегодня 25 ноября. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы обратимся к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 25 ноября 1915 года родился Аугусто Пиночет, чилийский военный диктатор. Первой вехой на пути военной карьеры Пиночета стало пехотное училище, которое он окончил в должности младшего офицера в 1937 году. Через 10 лет он поступил в высшую военную академию страны, которую окончил три года спустя. Теперь служба в воинских частях чередовалась у целеустремленного офицера с преподаванием в армейских учебных заведениях. В 1953 году Пиночет опубликовал свою первую книгу, называвшуюся «География Чили, Аргентины, Боливии и Перу». Защитил диссертацию, получил звание бакалавра и поступил в школу права Чилийского университета, окончить которую ему так и не пришлось. В 1956 году прошлого века он был направлен для оказания помощи в создании военной академии Эквадора. В конце 1959 года Пиночет возвратился в Чили, где командовал полком, затем бригадой и дивизией. Он также занимался штабной работой, пребывал на должности заместителя начальника военной академии, а получив звание генерала, опубликовал свои очередные работы – эссе по изучению чилийской геополитики и геополитику. В 1971 году Пиночет заступил на должность командующего гарнизоном Сантьяго. Это стало его первым назначением при правительстве народного единства во главе с президентом Сальвадором Альенде. 11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, одним из инициаторов которого был как раз Пиночет. В ходе переворота правительство народного единства с Сальвадором Альенде было свергнуто. Сначала Пиночет был просто главой военной хунты, которые должны были поочередно возглавлять командующие сухопутными войсками, авиацией и флотом. Но уже через несколько месяцев он отказался передать председательство в хунте следующему генералу, а через год провозгласил себя без всяких выборов президентом страны. Пиночет запретил деятельность любых политических партий, он физически уничтожал или заставлял эмигрировать всех политиков левого направления. В 1988 году он провел референдум, на котором чилийцы должны были ответить, желают они сохранения правления военных или предпочитают перейти к классической демократии. 73-летний Пиночет был убежден, что большинство народа поддержит сохранение существующего режима и ему придется назначать себе преемника из числа генералов. Диктатор ошибся. 60% чилийцев проголосовали за возвращение к власти гражданских политиков. Пиночет передал власть демократически избранному президенту. Еще несколько лет генерал сохранял за собой командование сухопутными войсками, а потом придумал для себя должность пожизненного сенатора, которая гарантировала неподсудность по любым обвинениям до самой смерти. В Чили, но не в мире. Когда в 1990 году 85-летний Пиночет прибыл на лечение в Великобританию, он был арестован по ордеру испанского судьи. После нескольких месяцев волокиты британская палата лордов решила не выдавать его Испании и отпустить домой. В Чили Пиночет прожил еще несколько лет и умер в 2006 году. После смерти бывшего диктатора чилийское общество оказалось в известном смысле расколото. День его похорон в Сантьяго ознаменовался многолюдными ликующими выступлениями противников Пиночета с одной стороны и не менее многолюдными траурными собраниями сторонников покойного с другой. Противоречивые оценки деятельности Пиночета по руководству страной легко объяснимы. Ведь с одной стороны Пиночет безусловно был жестоким и коварным кровавым диктатором, однако вместе с тем он отец чилийского экономического чуда. За сравнительно короткий период ему удалось решить историческую задачу модернизации чилийской экономики, над которым много десятилетий безуспешно бились и левые и правые его предшественники. 25 ноября 1955 года председатель Совета Министров Булганин в своем послании президенту США Эйзенхауэру отверг план «Открытого неба» как неприемлемый, нарушающий суверенные права Советского Союза. Суть плана «Открытого неба» заключалась в следующем. Американцы получали право беспрепятственно проводить над Советским Союзом инспекционные полеты силами военно-разведывательной авиации. В свою очередь США соглашались разрешить подобные полеты над собственной территорией. Однако советское правительство вынуждено было отвергнуть план «Открытого неба», так как советские самолеты в то время не обладали достаточной дальностью полета для благополучного возвращения на свои аэродромы. И тогда в Вашингтоне решились на проведение шпионских операций с использованием уже созданного высотного разведчика Локхит-У-2. Их цель ярко и публично выразил командующий военно-воздушными силами НАТО в Центральной Европе Безил Эмбри. Атомная война, заявил он, требует точных и новых разведывательных данных о том месте, куда хотят послать это оружие колоссальной силы, чтобы оно причинило как можно больший ущерб. Самолеты У-2 с порогом высоты в 20 километров были недостижимы для авиации СССР. Наши МиГ-19 могли подниматься лишь до 17 километров. Так недосягаемые У-2 и летали, пока в мае 1960 года с пакистанского разведывательного аэродрома не взлетел очередной самолет У-2. В 5 часов 36 минут утра самолет пересек границу и направился к секретным полигонам в Казахстане. Советские локаторы обнаружили разведчика и доложили главкому войск ПВО маршалу Бирюзову и министру обороны Малиновскому. Малиновский тут же известил Хрущева, который приказал сбить любой ценой. И самолет сбили. Начался международный скандал. Хрущев сразу объявил всему миру об американском шпионе. Эйзенхауэр в ответ сначала настаивал, что это не шпион, а мирный заблудившийся самолет метеоразведки. Но через несколько дней признал, что сбит самолет шпион. Через две недели в Париже состоялась встреча глав четырех государств по вопросам разоружения. Хрущев ожидал услышать извинения Эйзенхауэра, но их не последовало. Тогда Хрущев пришел в ярость и на дальнейшие переговоры не остался. Отношения между СССР и США были окончательно испорчены. В парке Горького устроили выставку обломков самолета У-2 и остатков снаряжения пилота Пауэрса. После посещения выставки Хрущев заявил, что у Советского Союза есть все средства для защиты своих границ. На этом мы с вами не прощаемся. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи!